Русские новости 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 Великобритания стали бы говорить на своих языках, нет, почему-то говорят все-таки на таком псевдоанглийском языке Так вот, все начинается у нас даже с 1894 года и до 1985 года То есть размах в 90 лет и все уложилось, сколько тут страниц вместе с примечаниями, ну немного не хватает до 300 страниц То есть феномены национальности, национального самосознания, национальной культуры в рамках большевизма, в рамках коммунизма абсолютно не осмыслены Поэтому нет публикации, что такое был фашизм, что такое был национал-социализм, как он в современности, как он в прошлом, какие корни, какие причины социально-психологические, экономические, мировоззренческие и так далее Они даже этого не смогли, народ-победитель фашизма, не знает о том, что такое был фашизм, откуда он берется, с чем его едят, каковы его причины Они просто боялись национального вопроса и ненавидели всех, кто этого вопроса пытался касаться и его обсуждать Ненавидели изначально, вместе с Россией и русскими Ну вот, смотрим тут проект резолюции о месте бунда еврейской организации в РСДРП В частности, полное единство еврейского и нееврейского пролетариата особенно необходимо, кроме того, и для успешной борьбы с антисемитизмом, этим гнусным раздуванием расовой особости и национальной вражды, производимым правительством и эксплуататорскими классами Это у нас 1903 год, это уже, вы чувствуете, насколько эта риторика совпадает с нынешней риторикой путинского правительства Так это же ленинисты, это ленинисты, они дальше собираются действовать так же У них даже такой термин, разжигать национальную расовую вражду Все это вошло в уголовный кодекс, по Российской Федерации не было Советского Союза Это был уголовный кодекс Российской Федерации, почему-то вот такая штука, уголовный кодекс у каждой республики был свой Вот РСФСР, уголовный кодекс, вот содержал это, разжигать национальную расовую вражду Потом это все перекочевало в уголовный кодекс Российской Федерации Сейчас только вот слово разжигать заменили на слово возбуждать Но это уже в так называемом антиэкстремистском законодательстве А так разжигать это как значилось, так и значится в Ельцинской Конституции Конечно, разжигая расовую вражду и племенную ненависть, правительство может на время задержать развитие классовой борьбы Вот то, чего они боятся Они боятся, что вместо классового противостояния, на которое они надеются Будет противостояние с настоящими угнетателями С настоящими угнетателями, которые действительно находятся вне нации, а противостоят им нации Вот это был такой методологический выверт Не заметить, что нации угнетаются безнациональными структурами В большевизме такой выверт был И поэтому они декларировали совершенно странные вещи И вот в этих ленинских работах и в документах коммунистов Постоянно вот эти логические круги, противоречия С одной стороны, мировая Советская Республика С другой стороны, право наций на самоопределение вплоть до отделения С одной стороны, подавлять всяческий великодержавный шовинизм и русский национализм С другой стороны, очень мирно и очень тонко относиться к проявлению национализма других национальностей Не понимают они, также и заметим, различия между нацией и этносом народом Этого полностью не понимает Ленин У него даже нет такого разграничения Народ и нация, политического аспекта национального самосознания вообще у него нет Он просто не понимает, недостаточно Был образован в этой сфере, в этнологии он ничего не понимал Хотя уровень науки в то время уже позволял такие различия делать Термин «нация» широко использовался И за рубежом, и русские мыслители использовали В меньшей степени, но тем не менее использовали Демократия никогда не будет говорить об общем подъеме Когда рядом и наверху стоят националисты, русские Всячески угнетающие ряд народов Вот это критика кадетов Демократия никогда не допустит, чтобы самосознание сторонников свободы и врагов угнетения Во всех народностях подменялось русским национальным самосознанием При угнетении и травле поляков, евреев и народцев вообще Вот такая риторика Это у нас про кадетов и националистов К вопросу о рабочих депутатах и Думе и их декларации Это у нас уже какой? 1912 год Всякий шовинизм и национализм встретит в себе беспощадного врага социал-демократической фракции Будет ли это грубый, зверский, правительственный национализм, давящий и душащий Финляндию, Польшу, Украину, евреев и все народности, не принадлежащие к великорусской? Будет ли это лицемерно прикрытый, утонченный национализм либералов и кадетов, готовых толковать о великодержавных задачах России и о соглашении ее с другими державами ради грабежа чужих земель? Ну, видите, вот такая ненависть к великороссам Вот великороссы никак не угнетаются, хотя работают на одних и тех же предприятиях с представителями других националистов Ну, оказывается, вот Финляндия, Польша, где политические свободы были особенно широки Украина, которая, в общем-то, не страдала больше, чем центральные районы, даже менее страдала, потому что там труд был менее тяжек в силу просто природных условий Ну, и евреев, которые, по большей части, были либо выкрестами и пользовались теми же самыми правами, что и великороссы Либо просто составляли очень большой процент среди выпускников университетов, занимали государственные должности и так далее То есть просто вранье, вот так же, как и сейчас используется вранье в отношении русских националистов Так тогда вранье распространялось на весь русский народ Ну, и сейчас, собственно, русский народ, кто о нем помнит, кто о нем знает, кто о нем заботится среди правящей группировки Такие же большевики там сидят Великорусский вопрос или просто русский вопрос, общерусский вопрос никогда не волновал большевиков Их волновало только уничтожение государства Вот в чем они, как и очень близки нынешним правителям В том, что те и другие ненавидят государство и хотят подменить государство какими-то другими институтами И право сделать ширмой, за которой реальные дела все и делаются Беззаконие должно быть принципом Это и у большевиков было, и у нынешних правителей, нынешней кремлевской администрации, правительства и всей вот этой группировки Которые теперь еще и выборы собираются проводить, якобы народные Чтобы разные нации свободно и мирно уживались вместе или расходились, когда это им удобнее То есть удобно сошлись, удобно разошлись Составляя разные государства Для этого необходим полный демократизм, отстаиваемый рабочим классом Ни одной привилегии ни для одной нации, ни для одного языка Ни малейшего притеснения, ни малейшей несправедливости к национальному меньшинству Вот принципы рабочей демократии Ну на самом деле это принцип ущемления большинства меньшинством Все для меньшинства Языки любые, все средства хороши для того, чтобы лишь бы на русском языке не разговаривали Потом от этого отошли, когда Советский Союз, там уже многие годы прошли Эта риторика сменилась, там Черненко уже говорила наоборот о том, чтобы Давайте нам больше возможностей, чтобы вот Те, кого мы теперь называем инородцами Что правильно, никакого здесь дурного смысла нет Должны получать особые права для овладения русским языком Вот русские меньше права должны иметь, а инородцы да А в то время вот все, все так называемые национальные меньшинства Самоопределение вплоть до отделения, разрушения, то есть разрушения государства Россия не признается русской стороной Страной русского народа, построенного русскими людьми, государственными деятелями Подвижничеством, героизмом русских людей Нет, вот все, можем разделить кому как удобнее Вот удобнее какой-нибудь национальности вплоть до хутора Объявить себя национальностью и сказать Знаете, мы вот отделимся, а завтра, знаете, когда нам худо станет Израсходуем, например, все, что было в этом нефтяном месторождении А теперь, знаете, возьмите нас обратно, мы готовы федерироваться Вот примерно такое безумство, абсолютное отсутствие государственной мысли Как и у нынешних, тех, кто якобы возглавляет государственную власть Это абсолютно нулевое представление о сущности государства и его ценности Следующая работа платформа к четвертому съезду социал-демократии латышского края Вот Ленин даже по этому поводу писал, он даже вот локальные такие резолюции писал или воззвания Как демократы мы, безусловно, враждебны всякому, хотя бы малейшему угнетению какой-либо национальности Всякой привилегии той или иной национальности Мы требуем, как демократы, свободу в самоопределении наций И в политическом значении этого слова, смотри программу РСДРП То есть свободу отделения Мы требуем безусловного равноправия всех наций в государстве Безусловного ограждения прав всякого национального меньшинства Мы требуем широкого самоуправления и автономии областей, которые должны быть разграничены, между прочим, и по национальному признаку То есть это то, что они на самом деле реализовали То есть они раздали русскую землю представителям разных так называемых народностей и национальностей по национальному признаку Считая, что любой народ это нация, он способен к государственному строительству Потом оказалось, что это не так, но все равно национальные кадры они продвигали и всячески старались, чтобы русские земли были как можно меньше Но здесь вот на русских землях тоже они же нашли возможность ставить инородцев у руководства, выходцев из любых территорий Вот здесь-то было полное равноправие А на остальных территориях это самоопределение, владоделение Причем наплевать на то русское население, которое поднимало прежде зависимые территории Поднимало до современного уровня образования, экономики, общественных отношений На них наплевать, вот это прямо было заложено большевиками в исходных, еще до обретения власти, в исходных их установках Поэтому, ну кто доверился большевикам, тот получил за это доверие угнетение геноцита русского народа Прямой геноцита и стремление в тех постсоветских республиках, где установили свои этнократические режимы А на территории собственной России там установился олигархический, тоже этнократический режим, но только разноликий Тут разные представители разных национальностей образовали альянсы для того, чтобы давить через властные институты русский народ Вот это они закладывали с самого начала Ни слова о русском народе, как действительно требующем какой-то демократии или каких-то новых общественных отношений Нет, все это угнетатели, все русские угнетатели Мы против национальной культуры, как одного из лозунгов буржуазного национализма То есть даже национальной культуры не нужно, никакой, никакой, ни русской, ни русской Мы за интернациональную культуру демократического до конца и социалистического пролетариата Культура пролетариата Культуру пролетариата создавала вот эта фантастика, читаешь ее, диву даешься Пролетариат, которому в России там было без года недели, чего он создавал, какую культуру, какую он мог создать культуру, никакой Все равно, когда государство встало, тогда возник вопрос, а на базе какой культуры вообще воспитывать человека? Оказалось, что великая русская культура. Вот у нее надо только подмешивать революционно-демократические элементы, интерпретировать вплоть до Пушкина, что он был революционером. Вот чем они занимались. Исходно они говорили, да никакой культуры. У нас будет своя пролетарская культура, мы ее сами изобретем. Из тезисов по национальному вопросу. Признание социал-демократии права всех национальностей на самоопределение требует от социал-демократов, чтобы они были безусловно враждебны всякому применению насилия в какой бы то ни было форме со стороны господствующей или составляющей большинства населения, нации по отношению к нации, желающей отделиться в государственном отношении. Требование решения вопроса о таком отделении исключительно на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования населения на данной территории. Но это в свое время вот среди так называемых демократов Гавриил Попов у нас отличился тем, давайте, или там Сахаров, давайте проведем везде референдумы, кто хочет жить вместе, кто отдельно, охмурить всех и люди разрушат свое государство. Вот эти же принципы и закладываются. Я не знаю, наивность это была или это все-таки была злая воля. Судя по всему, это было и то и другое. У кого-то это была злая воля, у кого-то наивность. И далее, значит, циал-демократы, они должны, вот они ввели неослабную борьбу, чтобы они необходимы, чтобы они ввели неослабную борьбу, как с черносотенно-октябристскими, так и с либерально-буржуазными прогрессистами. Адеты партиями по поводу всякой защиты или допущения ими национального угнетения вообще или отрицания права нации на самоопределение в частности. Ну, действительно, можно выступать против угнетения какой-либо нации. Но в России не было колоний как таковых. Были периферийные провинции, которые подтягивали, подтягивали, тратили на них колоссальные деньги. И царское правительство тратило, а если бы они были самостоятельными государствами, во что бы они превратились? До этого ужаса. Вот мы же видим, какое падение нравов, культуры, экономики. Что говорить про империю, если бы империя не восстановилась в прежних границах, за исключением Польши и Финляндии. Но это была бы просто катастрофа, это были бы просто террористические режимы, бандитствующие. Поскольку там аристократия была большевиками истреблена. И если бы они отпустили эти народы, лишенные своей элиты, какого угодно качества, если бы они отпустили на волю, ну, я представляю, что бы тогда там было. Ну, вот примерно такая же резня русского народа, как была в Чечне, наверное, вот то же самое было. Потом стали бы резать друг друга. Ну, собственно, что в Чечне произошло тоже. Пролетариат не может добиться свободы иначе, как путем революционной борьбы за свержение царской монархии и за замену ее демократической республикой. Заметим, все они о демократе, о демократии. С настоящей демократы. Царская монархия исключает свободы и равноправия национальности, будучи, кроме того, главным оплотом варварства, зверства и реакции как в Европе, так и в Азии. Ну, представляете, это вот по культурнейшей стране говорится о стабильной государственности. Это просто фантастика. А свергнуть эту монархию в состояние только объединенный пролетариат всех наций России, ведущий за собой последовательно демократические и способные на революционную борьбу элементы трудящихся масс всех наций. Поэтому рабочий, ставящий политическое единение с буржерзией своей нацией выше полного единства с пролетариями всех наций, поступает вопреки своим интересам, вопреки интересам социализма и интересам демократии. Ну, то есть демократия и социализм противоречат национальной государственности, русской национальной государственности в частности. Это прямиком сказано, это измена той государственности, которая была и в амперской форме в России. И сейчас, если вы следуете большевизму, следуете коммунизму, вступаете или поддерживаете коммунистическую партию, вы следуете этому предательству. Вы хотите соединиться с теми, кто вообще вам не брат и никогда им не был, и даже языка, кого вы не понимаете, против своего предпринимательского сословия. И то же самое касается и либерализма, либеральных партий. Если вы либерал, или социалист, или коммунист, все, вы предатель, вы предатель, вы расписываетесь своим предательствам, потому что без интернационализма, без космополитизма и интернационализма, все это ничего не стоит. Это основа их вероучения, их партийного догмата. Если вы с этим не совпадаете, то вы ни коммунист, ни либерал, ни демократ, ни социалист. В частности, социал-демократия отвергает государственный язык между делом. В России такой особенно излишен, ибо свыше 7 десятых населения России принадлежит к родственным славянским племенам, которые при свободной школе и свободном государстве легко достигли бы, в силу требований экономического оборота, возможности столковаться без всяких государственных привилегий одному из языков. Ну что это? Это прямо антигосударственная позиция, это русофобия. Язык, который действительно доступен подавляющему большинству, предлагают лишить статуса государственного. То есть на любом языке, что ли, а как вообще документы будут оформляться, как все это дело, как будут взаимодействовать те самые, кто между собой должны столковаться. Как государство, на каком языке будет отправляться правосудие, как и на каком языке будут выпускаться государственные документы. На всех языках, что ли, на всех сотни языков, которые существовали в Российской империи сегодня, в Российской Федерации существуют. Ну невозможно, и без этого, без государственного языка большевики не смогли обойтись. Но требовали, им хотелось разрушить государство, уничтожить русский народ, как великодержавный, как держатель империи. И они этого добивались, они этого добились, а потом восстановили то, что им было необходимо для своего государства. То есть речь шла о том, чтобы отнять власть больше ни о чем, ни о какой справедливости новым государством, общественно-политическом укладе. Нет, уклад они создали, конечно, свой, такая олигархия в форме так называемой советской власти, которой никогда не было. Ну не было никогда власти Советов. Просто партийная власть, партийная олигархия сложилась, для которой были введены привилегии, потом они сами с этими привилегиями боролись. И потом страна рухнула по тем границам, которые они сами провели внутри этой же страны. Все области государства, отличающиеся бытовыми особенностями или национальным составом населения, должны пользоваться широким самоуправлением и автономией при учреждениях, построенных на основе всеобщего равного и тайного голосования. Ну вот, настоящие демократы. Равенство во всем, и наплевать, возможно ли оно вообще на практике, возможно ли такие процедуры, которые всех уравняют со всеми. Они невозможны, это дело достаточно известное. С точки зрения социал-демократов недопустимо ни прямо, ни косвенно бросать лозунг национальной культуры. Этот лозунг не верен, ибо вся хозяйственная, политическая и духовная жизнь человечества все более интернационализируется уже при капитализме. Ну как это знакомо, вот наши эти либеральные демократы, они же то же самое говорят. У нас мировая культура, зачем нам отделяться, зачем нам какая-то самобытность, не нужна она. Социализм целиком интернационализирует ее, то есть социализм это вообще уничтожение всех национальных культур, чтобы вы знали это, социалисты, коммунисты, большевики. Интернациональная культура, уже теперь создаваемая систематически пролетариатом всех стран, воспринимает в себя не национальную культуру, какого бы то ни было национального коллектива в целом, а берет из каждой национальной культуры исключительно ее последовательно демократические и социалистические элементы, то есть элементы политические, все остальное не имеет значения. Только те политические элементы, которые совпадают с этим бредом уничтожения государства и национальных культур, вот только это и является так называемой пролетарской культурой. То есть полная бескультурия, вот то, что проповедуют большевики с самого начала своего существования и то, что обосновывает, якобы обосновывает Ленин. Вот интересна тут какая-то цитата из Каутского. «Евреи в Галиции и в России скорее каста, чем нация, и попытка конструировать еврейство как нацию, суть попытка сохранения касты». Так Каутский сказал, Ленин в каком-то смысле его поддерживает, потому что еврейский народ ему не очень-то интересен. Занятно, что коммунисты выступали против сионизма, объединения евреев в государство Израиль, потому что они были против всех государств, соответственно, против национального государства Израиль. То есть и здесь им не подходит лучше еврейство как диаспора, который пронизывает все государственные институты их собственного государства, чем евреи, собравшиеся в одно государство. В этом смысле они тоже враги русского народа, потому что они не хотят избавить нас от вот этого диаспорного сознания, которое отделяется от общенационального русского, и которое не хочет русской национальной государственности. Ожидая каких-то погромов, которых никогда не было на великорусских территориях. Они были где-то там в Кишиневе, где-то там на юге Украины, но великорусских-то практически и не было. Итак, что тут еще? Вся совокупность экономических и политических условий России требует таким образом, безусловно, от социал-демократов проведения слияния рабочих всех национальностей во всех, без исключения, пролетарских организациях. Политических, профессиональных, корпоративных, просветительских и так далее. То есть вообще снятие национального вопроса. Мы его и исключаем, просто изымаем, не переживаем, а просто изымаем, ничего не предлагаем взамен. Взамен паралитарский интернационализм. Стирание всех национальностей, ну а прежде всего это, конечно, касается русских, русские как таковые должны быть уничтожены, а всем остальным предоставлено право на отделение. Вот политика большевиков. Вот нация и еврейские школы. Вот так все время еврейский вопрос так волновал Ленина. Против рабочих объединены капиталисты всех наций и религий, а рабочих стараются разделить, ослабить национальной враждой. Соединение рабочих всех наций в борьбе против всякого национализма. Вот к чему они стремятся. Нации без национализма. Против национализма. То есть против самих себя. То есть, нации должны выступить с саморазружительных позиций, объявить себя пролетариатом без национализма. То есть, оставить себе национальный признак какой-то, национализм уничтожить. Раскол единой нации на эксплуататоров и эксплуатируемых стал свершившимся фактом. О национальной культуре вообще могут говорить только клерикалы или буржуа. Трудящиеся массы могут говорить только об интернациональной международной культуре всемирного рабочего движения. Только такая культура означает полное, действительное, искреннее равноправие нации. Вы можете себе представить, то есть, нации должны лишиться своих культур и в этом их равноправие. Ну, как вот такую чушь не замечали те, кто критиковали? Может, никто не критиковал Ленина? Это у нас относится к 2013 году публикации. Критические заметки по национальному вопросу. Переход контрреволюционного буржуазного либерализма к национализму, особенно великорусскому, а затем также к польскому, еврейскому, украинскому. Вот это то, чего они боятся. Перехода контрреволюции к национализму. То есть, только национальное самосознание действительно могло бы удержать Российскую империю от распада. Ленин тут приводит цифры о национальном составе. Маленькая Швейцария не теряет, а выигрывает от того, что в ней нет ни одного общегосударственного языка, а целых три. Немецкий, французский и итальянский. В Швейцарии 70% населения немцы, в России 43% великорусов. 22% французы, в России 17% украинцев. Так, между делом, 43 плюс 17, это будет 60%. То есть, великороссы еще, плюс еще белорусы 4%, это получается примерно 65% тех, кто говорит на русском языке. В общем-то, украинцы, белорусы и великороссы говорили на русском языке, даже если некоторые западные украинцы и западные белорусы больше на каком-то там польском наречии изъяснялись. И 7% в Швейцарии итальянцы. Если итальянцы в Швейцарии часто говорят по-французски в общем парламенте, то они делают это не из-под палки, какого-нибудь дикого полицейского закона, какого в Швейцарии нет, а попросту потому, что цивилизованные граждане демократических государств сами предпочитают язык. То есть, приводится в пример Швейцария, ну опять нам вспоминается, помните, Швеция, Швейцария, там Финляндия нам представлялись как некие образцы, маленькие государства, да, в них многонациональный состав, и вот пусть они там говорят на разных языках, давайте и у нас сделаем. Извините, у них это языковое разнообразие сложилось, бог знает когда. У нас русская государственность всегда была, и если у России должен быть парламент, то только говорящий по-русски ни на каком другом языке. Ну это просто бред был бы, даже если в современной государственной думе вышел бы кто-то на трибуну и стал бы вещать на своем местном языке. Там какой-нибудь якут начал бы говорить по-якутски. Ну просто это бы выглядело настолько позорным, примитивным. Но тем не менее, корни большевизма в нынешнем так называемом парламентаризме есть. Там иногда и в этих мохнатых шапках сидят и думают, что они выглядят очень хорошо. В общем, самоопределение вплоть до отделения. Главная мысль, главная идея интернациональной культуры взамен национальной культуре выдуманная какая-то интернациональная культура. В каждой национальной культуре есть хотя бы неразвитые элементы демократической, социалистической культуры. Ибо в каждой нации есть трудящаяся эксплуатируемая масса, условия жизни которой неизбежно порождают идеологию, демократическую и социалистическую. То есть идеология и культура это вообще в представлениях Ленина одно и то же. Поэтому национальная культура вообще есть культура помещиков, попов и буржуазии. Представляете, какой бред. Из каждой национальной культуры берем только ее демократические и социалистические элементы. То есть на самом деле втягиваем свою идеологию, которая не имеет никакой культурной базы, никакого культурного базиса. Возьмите конкретный пример. Может великорусский марксист принять лозунг национальной великорусской культуры? Ну-ка, сторонники Зюганова, может или нет? Нет. Такого человека надо поместить среди националистов, а не марксистов. Наше дело – бороться с господствующей черносотенной и буржуазной национальной культурой великороссов, развивая исключительно в интернациональном духе и в теснейшем союзе с рабочими всех стран, те зачатки, которые имеются и в нашей истории демократического рабочего движения. Бороться со своими великорусскими помещиками буржуа против его культуры во имя интернационализма, бороться, приноравляясь к особенностям Пуришкиевича и Струя, вот твоя задача, а не проповедовать и не допускать лозунга национальной культуры. Еврейская национальная культура – лозунг раввинов, буржуа – лозунг наших врагов. Всемирно-прогрессистские черты в еврейской культуре, ее интернационализм, ее отзывчивость на передовые движения эпохи, процент евреев в демократических и пролетарских движениях, везде выше процента евреев в населении вообще. Интересно, что это отмечается. И вот так вот оказывается еврейская культура наиболее интернациональная, и поэтому она, видимо, более приемлема для марксистов-коммунистов. Это ко всем так называемым национал-патриотам, которые таковими себя считают, но почему-то находятся в рядах или поддерживают коммунистические, левые, социалистические партии или либеральные партии, какая разница. Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм – вот два непримиримых враждебных лозунга. Вот запомните это, коммунисты и националисты – суть представителей противоположных политических течений, которые никак не могут смешиваться, никак, на доктринальной основе они абсолютно противоречивы. Есть великорусская культура Пуришкевичей, Гучковых и Струвия, но есть также и великорусская культура, характеризуемая именами Чернышевского и Плеханова. Есть также две культуры в украинстве, в Германии, Франции, Англии. Интересно, что вот какое противопоставление идет, оказывается, русская культура, есть великорусская культура Чернышевского и Плеханова. Это вообще люди не основатели какой-то культуры, это не представители культуры. Это политический писатель, что Чернышевский, что Плеханов, ну, соответственно, и Пуришкевич, Гучков, Струвия, то же самое. Но при чем здесь русская культура-то, при чем здесь великорусская культура в вашем противопоставлении с либералами или с правыми партиями? А вот об Украине. Точно так же и великорусский марксист скатится в болото национализма, не только буржуазного, но и черносотенного, если он забудет, хоть на минуту требования полного равноправия украинцев и их права на образование самостоятельного государства. То есть прямо сепаратизм. Вот то, что происходит на Украине, это прямо было заложено большевиками. В их доктрину входит. Это большевики придумали Украину и проблемы украинцев, которые каким-то образом отличались от проблем великорусского населения Российской империи. Да не было никакого различия. Если были проблемы, были общие. Марксизм непримирим с национализмом, будь он самым справедливым, чистеньким, тонким, цивилизованным. Марксизм выдвигает на место всякого национализма интернационализм, слияние всех наций в высшем единстве. Слияние наций, то бишь уничтожение наций. Интернационализм – это уничтожение наций. Это часть коммунистической доктрины. Коммунизм не может без уничтожения наций, без уничтожения их культуры, без уничтожения наций как таковых. Ну, умрет национальная культура, естественно, и нация умрет. Все это совершенно ясно. Никакого национального развития. Потом, правда, советские коммунисты СССР, они говорили, что надо развивать национальные культуры. Это вот как бы достояние всех нас. Русскую культуру не развивать, только вот национальные культуры, национальных меньшинств. Этим они занимались. Развитием русской культуры нет, потому что там новая общность, советский народ. Пролетариат же не только не берется отстоять национальное развитие каждой нации, а напротив предостерегает массы от таких иллюзий, отстаивает самую полную победу капиталистического оборота, приветствует всякую ассимиляцию нации, за исключением насильственной, то есть они и за ассимиляцию. А где же, как они свою социалистическую ассимиляцию проведут? А вот через политику, как было сказано, наш пролетарский интернационализм и никакого национального развития, никакой национальной культуры. Никакого закрепления национализма пролетариат поддержать не может, напротив, он поддерживает все помогающее стиранию национальных различий, падению национальных перегородок, все делающее связи между национальностями теснее и теснее, и все ведущее к слиянию наций. И поступать иначе, значит встать на сторону реакционного националистического мещанства. При всяком действительно серьезном и глубоком политическом вопросе, группировка идет по классам, а не по нациям. История показала, что прямо наоборот, по нациям, а не по классам. А кто по классам пытается, тот выступает против своего отечества, пытается его уничтожить. А большевики, ну как, у них нет отечества, нет отечества, у пролетария нет отечества, так Маркс сказал, и в это они веровали всегда. Марксисты, разумеется, относятся враждебно к федерации и децентрализации. По той простой причине, что капитализм требует своего развития, возможно более крупных и, возможно, более централизованных государств. Ну здесь, когда в пользу капитализма что-то говорит Ленин, он продолжает Маркс в сравнении с феодализмом. Феодализм хуже, чем капитализм, капитализм хуже, чем социализм, а дальше будет коммунизм. Вот об этом он говорит. Централизованное крупное государство есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всего мира. Но при этом противоречие состоит в том, что предполагается федерализация и свобода отделения так называемых национальностей своей обособленной государства. Ну какое же крупное государство может сохраниться? Ну вот они и не смогли его сохранить. Сначала собрали, якобы при свободном волеизъявлении, якобы через референдуме, не было никаких референдумов. Просто собрали, потому что только так и могли сохранить власть. Они могли только собрать большое государство. И государствостроительный инстинкт еще сохранился. И в русском народе, и остальные хотели жить вместе, потому что раздельно они жить просто не могли. Не могли устроить свою жизнь вот эти удаленные, слаборазвитые окраины. Поэтому все собралось вместе, но доктрина осталась той же самой, поэтому Советский Союз рухнул. Все было дело в доктрине. Коммунисты разрушали единое для нас государство, наше Отечество, которое оставалось между делом России, несмотря на то, что называлось СССР. Поэтому за него и воевали наши предки, русские люди. Несомненно, наконец, что для устранения всякого национального гнета крайне важно создать автономные округа хотя бы самой небольшой величины, то есть раздробить все на мелкие части, с цельным единым национальным составом. Причем к этим округам могли бы тяготеть и вступать с ними в сношение и свободные союзы всякого рода члены данной национальности, рассеянной по разным концам страны и даже земного шара. Вот это такой сепаратизм вселенского масштаба. Примерно это сейчас реализовано в Чечне, Путин реализовал. А тогда они вот так, объединение, выделение разным национальностям своей собственной территорией. Это, конечно, сепаратизм и возбуждение вражды между национальностями вместо того, чтобы они хранили свою особость, свою самость и находили какие-то пути к совместной деятельности, совместной жизни. Вот выделение, фактически выдирание из русского пространства территории специально для таких вот диаспорных народов, которые вот там и увидят, увидели бы свой дом. При этом, видите, как-то вот с Израилем у них не получилось. Почему-то они, видимо, сочли, что сионизм это конкурент для них. И поэтому так с сионизмом боролись усиленно. Пролетариат требует демократии, исключающей насильственное удержание одной из наций в пределах государства. Вообще государство, даже по марксистскому учению, это насилие, пусть и господствующего класса, но все равно удержание насилием. Как так раздавать территорию только потому, что какая-то группа решила, что их насильственно удерживают и требуют отделения. И вот это антигосударственная позиция изначально большевиков. Совершенно неоспоримо, что отрицание права на отделение играет на руку самому отъявленному великорусскому черносотинскому национализму. Вот так вот. Либо право на отделение, либо вы черносотинец, отъявленный великорусский шовинистом. Националист и шовинист – это одно и то же. Вот здесь снова повторяет опять лживая цифра, что 43% великорусов угнетают все остальные 57%. Реакционный или черносотинный национализм стремится обеспечить привилегии одной из наций, осуждая все остальные нации на подчинение неравноправное и даже совершенно бесправное положение. Ну это враньёв, у России такого не было, это видимо что-то путает Ленин с практики Франции, Великобритании, может быть Германии отчасти. Вот за слияние он выступает, за слияние, сливающий все нации в высшем социалистическом единстве. Уничтожение наций через слияние. То, о чём говорит Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Сколько красивых фраз о культуре вы бы не слышали. Обязательный государственный язык сопряжён с принуждением, вколачиванием. Мы думаем, что великий и могучий русский язык не нуждается в том, чтобы кто бы то ни был, должен был изучать его из-под палки. Наша точка зрения националистов должен изучать. Живёшь в русском государстве – изучи русский государственный язык. Иначе не будет у тебя перспективы. Можно, конечно, и на позиции другой находиться. Не учи. Не хочешь, не учи, ради Бога. И учи свой местечковый язык. Ну как ты поступишь в государственный университет? Никак. Там все экзамены на русском языке. Вот почему русские марксисты говорят, что необходимо отсутствие обязательного государственного языка при обеспечении населению школ с преподаванием на всех местных языках. Вы изучайте всё, что угодно. Любой язык. Ну, это действительно было реализовано и сейчас реализуется. Правда, уже как-то денег на это не хватает. Поэтому олигархи всё это дело тоже сворачивают, как и всё образование. Особенно ненавистническая агитация ведётся черносотенцами против евреев. Козлом отпущения за все свои грехи пытаются сделать Пуришкевичи еврейский народ. И поэтому совершенно правильно социал-демократическая фракция, это уже какой у нас год? 14-й год, то есть в Думе, главное место в своём законопроекте уделяет еврейскому бесправию. Еврейский вопрос так их волнует. Больше, гораздо больше, чем великорусский. Великорусы в России – нации угнетающие. Так прямо написано в статье о праве нации на самоопределение. В пункте «Практицизм в национальном вопросе». Равное право национального государства для всех должно быть. То есть речь идёт о дроблении государства, уничтожении государства как такового. Может быть, такой замысел и был. Таким способом всё дробить. Вот тут критикует Ленин Розу Люксембург, которая забыла о национализме великоруссов. Хотя именно этот национализм и страшнее всего сейчас. Именно он менее буржуазен, но более феодален. Именно он главный тормоз демократии и пролетарской борьбы. Великорусский национализм. Создание самостоятельного и незамисимого национального государства остаётся пока в России привилегией одной только великорусской нации. Мы, великорусские пролетарии, не защищаем никаких привилегий, не защищаем и этой привилегии. Вот так. Чем больше свободы будет иметь украинская национальность в той или другой стране, тем прочнее будет связь этой национальности с данной страной. Вот так они считают. Наемному рабочему всё равно, будет ли его преимущественным эксплуататором Великорусская буржуазия предпочтительно перед инородческой или Польская предпочтительно перед инородческой и так далее. Травля инородцев за сепаратизм, вот что волнует Ленина. Этот великорусский яд национализма отравляет всю общероссийскую политическую атмосферу. Национализм великорусский, как и всякий национализм, переживает различные фазы, смотря по главенству тех или иных классов в буржуазной стране. До 1905 года мы знали почти только национал-реакционеров. После революции у нас народились национал-либералы. Это приведет сегодняшним так называемым нацдивам. А дальше неизбежно на рождение великорусских национал-демократов. Вот они и появились в национальном движении, потому что как-то надо прогнуться перед ныне действующей властью. А тогда либерализация. Вот либерализация, тут же появились национал-либералы. Такое положение вещей ставит пролетариату России двоякую, или вернее двустороннюю задачу, борьбу со всяким национализмом и в первую голову с национализмом великорусским. И так далее, если я не всех наций. Через уничтожение русской нации, видимо, такой был ход. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилием, гнету и издевательством подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывают отпор из нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула радищего, декабристов, революционеров, разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могущественную революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать папа и помещика. Ну, это, конечно, все вранье, ничего этого не было. Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал, «Жалкая нация, нация рабов, сверху донизу все рабы, откровенные и прикровенные рабы великоросы, рабы по отношению к царской монархии, не любят вспоминать об этих словах, слова настоящей любви к родине, то есть оболгать свою родину – это, оказывается, слова настоящей любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, то есть хочет убить сама себя. Тоже доказала, что она способна дать человечество великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только великорусские погромы, ради виселиц, застенки, великие голодовки, великие раболевствования перед попами, царями, помещиками и капиталистами». Да, ужасно, что написано о России и русских. Ужасно. Клевета, самое настоящее. Говорим, нельзя в 20 веке в Европе, хотя бы и в Дальневосточной Европе, защищать Отечество, иначе как борясь всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов своего Отечества, то есть худших врагов нашей Родины, нельзя великороссам защищать Отечество, иначе, как желая поражения во всякой войне, царизму. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова